Он никогда не стоял вдали от проблем обычных людей. Так о Валерии Ковале говорили и говорят горожане и его коллеги. К мемориальной доске на здании мэрии цветы в этот день возложил действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков. Первый мэр Тамбова исполнял свои обязанности на этой должности с 1992 года в течение шести лет. Валерий Коваль ушёл из жизни 11 февраля 1998 года. Но даже спустя 24 года память о первом мэре Тамбова как о незаурядной личности не угасает. У его могилы на Воздвиженском кладбище собрались его близкие, друзья и коллеги. Поликлиника на Маршанском шоссе, пятая школа, парк Победы, возрождение традиций крестных ходов, реставрация церквей, открытие Дома Милосердия и детского приюта – всё это результаты труда Валерия Коваля. Его пример вдохновлял и продолжает вдохновлять сегодняшних управленцев. Валерий Николаевич был, есть, остаётся одним из главных учителей в моей жизни. И всё, что я когда-то сумел реализовать, реализовываю сегодня, так или иначе, я сверяюсь с его мнением, это так. И уверен, что на протяжении разных периодов моей жизни он помогал мне и помогает сегодня. По воспоминаниям коллег и друзей, Валерий Николаевич, даже если и задерживался на работе, домой шёл пешком, без водителей и охраны. Эти прогулки были очень полезны. Он наблюдал за жизнью города. Наверняка маршрут его проходил по улице Советской и приходил он вот в этот дом, где жил с 77 по 98 год. К дому по адресу Советская 158 сегодня также пришли с цветами друзья и коллеги Валерия Коваля. У каждого есть своё особенное воспоминание, связанное с именем первого мэра Тамбова. Он меня Ниночка звал, ну когда там где официальное мероприятие, а так, Ниночка, ты сегодня опять в новом платье. А я говорю, Валерий Николаевич, это не новое платье, это просто новый шарфик. У меня платье вот это одно, вот для таких случаев, а шарфиков много. За все свои заслуги перед народом и городом Валерий Николаевич Коваль получил звание почётного гражданина города Тамбова, а его именем названа детская поликлиника. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарёв, Область новостей.